Физкульт привет стойким черепаховедам! Будем надеяться, что обзор в журнале вы уже прочли, и теперь горите желанием увидеть, а как же оно все-таки выглядит. Спешим показать! Львиную долю игрового времени геймер-черепаховед наблюдает, как любимый ниндзя-мутант скачет по крышам, пробиваясь к концу уровня. В его арсенале прыжки с платформы на платформу, да, всевозможные уступы, карнизы, флагштоки и балконы, за которые можно уцепиться. Арсенал скудноват, но сами уровни построены таким образом, что всего хватает с избытком. Отдельно хотим сказать спасибо человеку, понатыкавшему чекпоинтов столь густо и удачно, что после каждой нелепой гибели герой возрождается в удобном и, главное, не столь отдаленном месте. И все же геймеры-существа избалованные. Их обязательно нужно почаще удивлять. И потому бег по крышам то и дело сменяется бегом по складам, канализациям, внутренним дворикам и даже горящим трущобам. А когда бежать уже, казалось бы, некуда, сверкнувший в стороне жетон подскажет направление. Например, здесь Майке предстоит перебраться на соседнюю крышу прямо по этим угловатым воздушным шарам. Отдельно хочется продемонстрировать, в какой стилистике выполнены уровни заскрывающегося под маской ночного стража Рафаэля. Солнечный полдень сменяется нуарной ночью, а красочный мультик — угольно-грифельным комиксом. Особенно приятно ночные прогулки выглядят на Xbox 360. По неизвестным причинам старушка PlayStation 2 на эти несложные финты оказалась неспособна. Оставим это на совести разработчиков. Как вы уже, наверное, заметили, переключаться между героями можно буквально на лету. Это подчас весьма полезно, потому как у каждого ниндзя-черепаха есть свое умение. Микеланджело, как видите, умеет изображать вертолет. Донателло не дают покоя лавры Сергея Бубки. Рафаэль с детства мечтал стать скалолазом, а Леонардо дошел в своих тренировках до таких вершин, что плевать хотел на всевозможные решетки. Кроме того, брат он на то и брат, чтобы в трудную минуту подать руку помощи. Откуда он появляется, чтобы вытянуть вас из пропасти и в какой карман прячется — загадка. Но для нас главное то, что и в драке — внимание, сейчас будет драка. О чем это мы? Ах да, и в драке на родственника положиться можно. Например, выставить его на бой, а самому в карман отличиваться. Но давайте вернемся к акробатике. Для самых настойчивых трейсеров, помимо основных уровней игры, заготовлены еще и 16 виртуальных испытаний, которые потребуют от игрока пройти серию головокружительных прыжков по болтающимся над пустотой конструкциям за ограниченное время. Вот здесь дизайнеров уже не держали за руки. Виртуальные попрыгушки получились интересными и сложными. Словно в пику основной игре. Но мы заболтались. Спутник уходит, так что быстрой скороговоркой вынесем вердикт. Так уж получилось, что последняя на сегодня работа знаменитой монреальской студии Ubisoft соревновалась сразу с тремя тяжеловесами. С одноименным фильмом от Warner Bros. Pictures в зрелищности. С Prince of Persia Sons of Time от собственных же создателей в акробатике. И с Mortal Kombat Shaolin Monks от Paradox Entertainment в боевых искусствах. К сожалению, все три схватки черепашки-ниндзя проиграли. Но если вы готовы закрыть на это глаза, попробуйте. Как ни крути, о игре есть чем увлечь.